здравствуйте меня зовут нара рахметова полное имя гульнара я в америке уже работаю риэлтором 15 лет помогаю хорошим людям покупать и продавать дома и вот в этой серии видео которые я выставляю на youtube я хочу обучать как бы приготовить наших соотечественников которые приезжают в америку или хотят купить недвижимость в америке из-за границы чтобы вы примерно представляли как это все происходит здесь и что нужно для этого делать как к этому подготовиться и как купить дом так чтобы минимально был потрачен потрачено ваше здоровье и минимизировался уровень стресса сегодня я хочу поговорить о том с чего начинать вы решили покупать дом у вас вроде бы накопилась денежка и вы не знаете с чего вам начать вот сегодня этот видео как раз на эту тему поехали ну что поздравляю вас прежде всего с тем что вы решились наконец стать владельцами недвижимости в америке для этого вам наверное пришлось немножко покопить деньги собрать необходимую сумму для изначального первоначального взноса но хочу вас обрадовать если вас если у вас недостаточно денег до 20 процентов для первоначального взноса вам это не нужно вы можете купить дом с первоначальным взносом от трех с половиной процента до 20 процентов и выше а есть даже также программой от всяческих government как говорится county и стоит программы которые вам позволят даже купить при а со стопроцентным даунпейментом но там есть требования к максимальному доходу если ваш доход превышает определенный максимальный трешхолд то вы на эти программы не сможете претендовать поэтому давайте будем подразумевать что мы хорошо квалифицированы у нас хорошая зарплата мы готовы покупать дом северной виржинии ну что с чего начинать в первую очередь не нужно начинать смотреть дома ездить по открытым домам где по воскресеньям агенты показывают дома всем кого кто не попадя ни в коем случае не нужно это делать почему потому что когда вы подаете предложение на покупку дома а все здесь должно быть в письменном виде вы должны предоставить вместе со своим предложением вместе со своим контрактом письмо от лендера на том о том что вы готовы и вам готовы дать деньги вам готовы дать моргичи на английском языке но такое письмо а сразу не дадут вам то есть вам нужно обратиться в банк или в компанию которая непосредственно занимается только моргиджи называется лендер компания либо брокером в зависимости от того кто вам что порекомендует и с кем вам комфортнее работать так вот если вы ходите и смотрите дома и вам что-то понравилось и вы влюбились в этот дом и вы все его вот прям вот хотите сейчас и на этом месте а у вас нет этого письма ваше предложение никто даже смотреть не будет поэтому не нужно себя лишний раз расстраивать и нужно подготовиться и уже ходить смотреть дома только тогда когда у вас есть на руках вот это вот само письмо от банка от лендера или брокера что то есть теперь давайте думать что же что же нужно делать в первую очередь в первую очередь вам нужно поговорить с вашими знакомыми друзьями которые уже может быть купили дом кто может вам порекомендовать коллеги на работе кто может вам порекомендовать хорошего представителя компании лендера банка не идите в свой банк там где ваши денежки лежат не ходите туда их работа не давать вам кредит их основная работа крутить ваши деньги поэтому да они дают кредит но у них ограниченные программы финансирования и условия более жесткие скажем процентная ставка может быть выше или у вас обойдется кредит вам дороже чем допустим он обойдется через лендера обязательно найдите человека или трех кому вы можете позвонить поговорить и спросить их первоначальные условия с тем у кого у вас немножко происходит какой-то контакт потому что дело в том что когда вы даете информацию о своем когда вы хотите получить кредит вы даете очень много информации которую вы просто так абы кому не дадите никогда и поэтому у вас должно быть определенное доверие тому человеку с которым вы работаете это касается и лендера это касается и агента по недвижимости потому что информация будет как бы выходить вот именно вот этим людям я агент я я вас могу заверить что информацию которую получаю я она никуда дальше не идет ни в коем случае но все равно у вас должно быть доверие ко мне да прежде чем вы будете со мной работать правильно то же самое даже в большей степени у вас должно быть отношение к лендеру поэтому вот так вот посмотрите с кем у вас какие-то вот такие вот есть более доверительные отношения кто вам покажет кто вам расскажет кто вам даст больше информации ну и соответственно смотрите на процентную ставку и на косты на закрытие сделки и вот когда вы уже определитесь вы можете с ним уже как бы с ними дальше работать и попросить их сделать вам при approval letter для этого они должны будут смотреть вашу кредитную историю они должны будут попросить у вас документы по текущей работе по зарплате банковским счетам вашим кредитным линиям может быть у вас машина в кредит или у вас какие-то кредитные линии открыты как например кредитная карточка или студенческие долги и вот 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 в этом целом смотря в эту всю картинку они вам скажут вот эту сумму вы можете осилить вот столько вы будете платить в месяц если вы покупаете дом на эту сумму и вот такая процентная ставка у вас будет и столько вам будет стоить кредит из кредит это не бесплатный продукт он будет стоить до 3 процентов от стоимости дома так что будьте к этому готовы например если дом стоит 500 тысяч что у вас и вы берете сумму в кредит близкую 500 то у вас будут соответственно и первоначально извиняюсь косты на закрытие этого кредита примерно три процента примерно 15 тысяч долларов то есть будьте к этому готовы дальше когда вы получили вот это письмо на руки вы уже можете дальше как бы работать с агентом то же самое тот же самый подход обращайтесь к друзьям обращайтесь к коллегам к родственникам кто уже работал с агентами кто вам даст хорошую рекомендацию я агент я работаю северной вирджинии с удовольствием вам помогу но опять таки у вас должно быть доверие к этому человеку а ничего лучше нет когда люди которых вы уже хорошо знаете вам говорят да мы работали с этим человеком у нас очень хорошие отношения он нам все хорошо сделал вот идите к нему а вот поэтому делайте вот такую домашнюю работу что потом не пожалеть потому что если вы идете на зилл или идете в какой-то другой веб-сайт находите неизвестно кого неизвестно откуда кликаете на что-то они вам звонят говорят ой давайте мы с вами будем работать в конечном итоге вы можете пожалеть может произойти может быть хороший агент но может получиться так что что-то будет не так и вы будете жалеть делайте домашнюю работу сейчас что потом уже весь процесс пошел гладко и без ненужного вам стресса и вот найдете вы агента и уже вот с этим агентом уже вы можете идти и смотреть дома то есть когда вы говорите когда вы находите хорошего агента вы с ним обсуждаете что вы хотите где вы работаете какие школы вы хотите чтобы ваши детки ходили все критерии которые для вас важны ваш агент должен услышать и вам должен будет представлять те варианты которые именно устраивают вас чтобы вам не тратить не нужно время на то что заведомо для вас работать не будет в этом работа агента работа агента также заключается в том чтобы вести от вашего имени переговоры чтобы делать так чтобы ваш интерес в первую очередь был соблюден потому что он будет представлять ваши интересы ну и еще одна такая вещь которую вы должны знать стоимость услуг агента покупателя оплачивает агент продавца поэтому то есть в конечном счете продавец поэтому вам из кармана ничего стоит не будет но все равно агент покупателя представляет ваш интерес конечном итоге вы платите цену за дом правильно то есть конечном итоге в принципе все идет из вашего кармана поэтому не путайте пожалуйста и не бойтесь что услуги агента вашего агента будут вам из кармана что-то стоит если вы идете и разговариваете с агентом покупателя думая что вы сэкономите денежку с тем что вы напрямую работаете с агентом покупателя не будет этого агент агент продавца не будет этого агент продавца все равно снимет ту сумму которую он изначально договорился с продавцом он просто не будет ни с кем ею делиться но вы ваш интерес не будет представлен потому что агент продавца он прежде всего агент продавца он будет делать все чтобы агент чтобы интересы продавца были соблюдены а про покупателя они переживать не будут поэтому пожалуйста очень аккуратно с этим не думайте что вы сэкономите деньги работая напрямую с агентом продавца ну пожалуй на сейчас все вот я вам сказала что в первую очередь вам нужно заняться тем чтобы найти хорошего лендера и получить при аппрувал на моргич а потом уже дальше двигаться и вот как дальше двигаться я буду выставлять видео дальше раз в неделю в серии русских видео русскоязычных видео но если вам не терпится и хочется посмотреть то что я уже выставила до того а я очень много выставляю видео на английском языке пожалуйста выходите на мой канал youtube подписывайтесь и смотрите все видео которые уже выставлены и там будут отвечены но если не все то большинство ваших вопросов если вы на английском хорошо разговариваете пожалуйста в любое время приходите смотрите я только буду рада и и и конечно если есть вопросы обращайтесь звоните я с удовольствием на все отвечу даже если вы в итоге работаете другим агентом чего конечно мне не хотелось бы но даже вдруг я по крайней мере могу вас немножко направить на более правильный путь или на и и подсказать с чего начинать и так далее то есть я с удовольствием поговорю и отвечу на все ваши вопросы спасибо за внимание надеюсь что вам понравилось пишите в комментариях как какие конкретно вопросы вас интересуют я буду дальше выставлять видео с ответами на эти вопросы спасибо большое надеюсь может быть когда-нибудь увидимся и поработаем пока